МОРСКОЙ БОЙ В ПАПК Давненько я уже выдумал эту идею, но всё никак не мог придумать, как её реализовать. Но в этот раз мне помог мой давний дружище Ирокез, с которым мы как раз и будем играть в Морской Бой. Это будет невероятно интересное и красивое зрелище. Мало того, у Ирокеза на канале также вышло видео, так сказать, его глазами, так что вы можете посмотреть обе версии. Ссылочка на его видео будет в описании. Короче говоря, к правилам. Мы не будем играть в классический настольный Морской Бой, так как правила не реализуемы практически в рамках ПАБГа. Поэтому мы их чуть-чуть упростили. У каждого игрока будет по одному полю, 4 на 4 клетки каждая. А то есть в общем 16 клеток. Поле будет рисовать Никита водными скутерами, так как он теперь всемогущий в Стимовском ПАБГе. Также каждый из нас будет иметь по 5 катеров, которые можно расставить абсолютно как угодно. Даже без отступов, хоть все подряд. Также в жизни мы, как и в классической игре, рисуем на листочках поля, чтобы отмечать попадания и промахи. По сути это самый обычный Морской Бой, только уже не ручками на бумажках, а с настоящими кораблями и взрывами. Надеюсь вам эта идея понравится, тогда обязательно прожмите лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. В будущем я постараюсь больше удивлять вас новыми крутыми идеями. Итак, всем желаю приятного просмотра. Так, ну да, слушай, вот такие клетки мне нравятся, вот это примерно то, что я себе представлял. Вообще хорошо. Блин, Макс заберет лодку, пожалуйста. Так, давай тогда, я правда не... А ты не можешь их удалять, да? Неа. Понятно. Просто забери ее. Сейчас чуть дальше проеду. А она как раз и будет, ну как бы, рабочим материалом дальнейшим. Ну я не против, но тут это гирдач еще. Так, да, тут подготовочка еще такая. Ну так пойдет, да. Охеренно выглядит, это просто замечательно. Дай бог здоровья, кто придумал этот бокс. Надо расставить. Ты же сейчас какую-нибудь хитрую тактику придумаешь по-любому. Аааа, тоже рандомных натыкал. Хитрая тактика будет у тебя. Ааа, так я-то твои переставлять буду все равно. Ты же знаешь, куда-то меня натыкал. Я готов. Я тоже. Ну что, давай ты первый тогда, раз. Ты здесь царь колонки, бензоколонки этой. Давай, заряжай. Ну окей, значит ща я заряжаю свой большой панцирь фауст. И значит стреляю во... А-2. Даже в курсе зона поехала. Серьезно? Ааа. Ты же ее отключил. Ну да, но она что-то поехала. Ну ты мимо, короче, захерашил, так что все, у тебя мимо. Так, давай мимо, понял. Так, теперь я охреначу в твою сторону. Ладно, я думаю, мы выживем или нет? Да, выживем, только давай. Так, все, я охреначу, короче, B1. Выстрел пошел. Нет. Прямо такой отзыв был. Понял, давай теперь твоя очередь. И ты не попал никуда. Так, давай мы тоже сделаем ход конем и я тебе стрельну в B1. Вот так вот даже без прицела просто охерону. Так, в B1. Ну надо попасть. Я умру раньше, наверное, все-таки. Походу это переигровка. Я тупо, у меня уже хп нет и я даже не попадаю. Тут нужно как-то все-таки делать с берега, как будто бы. На правах первого попавшего. Ну давай. Залетаю вот сюда. Полю все твои катера. О, наконец-то. И делаю вот так. Что подпользуешь? Читаем. Это ты что делаешь? Так, с первой блин получился комом. В итоге мы достаточно долго провозились с первыми полями. И даже отключенная на полчаса зона уже успела сойтись. Поэтому пришлось все делать заново. Но во второй раз Никита практически за пару минут замутил оба поля. И мы уже были готовы играть. О, как это красиво выглядит вот базарь вообще. Так, сейчас проверяю, правильно ли у меня все стоит. Ну что, поехали, значит. Начнем сначала. А1. А, он куда-то ушел. Нет, ты не попал. Да, понятно. Но теперь ты. И стреляю. Вообще в неожиданное. Б4. Б4. Б4 точное попадание. Б4 у нас жахнут. И теперь вообще рандомно. Давай, давай. Клетка. В1 ты сказал? Бам! Молодец, попал. Конечно, вся сетка нарушается. Давай В2. Бам! Мимо! А, мимо. В2. Наконец-то ты... Наконец-то. В2 есть. Промазал, да. Слушай, прикольный эффект, кстати. Так, ну что. Теперь моя очередь. Я стреляю. Блин. Ладно, буду мстить тебе. Получается... В2. Стреляю. В2. В2, да. Владимир. Я не попал. Да ну ты нафиг, ну ё-моё. Ну шо такое. Так, ну что. У меня осталось три корабля. Сетка шикарная. Она как новая. Она как новая выглядит. Давай. Значит, давай. А2. Ай, мимо. Промазал. Промазал. Нет кораблей там никаких. Отлично. Так, теперь наконец-то моя очередь. А то я задолбался за панцирами бегать уже. Давай. Б. Б. Борис. Три. Борис. Улетает. Поехали. Не, мимо. Борис. Три не сработал в твою сторону. Да ё-моё, ё-моё. Три оплюхнулась. Ну, тем меньше у тебя клеток остается, как бы. В принципе, не поспоришь. Значит, теперь мы не проходились по ситуации с Гэ, поэтому я стреляю в Г-1. Нет там кораблей. Так, какая у тебя логика? Наверное, выстрелы все на четверках внизу. Ладно, проверим. Тихо. Варят. В-1. Виктор 1. В-1. Полетела. Ракетушка. Ракетушка. За что, Макс, я бы сказал, я бы с тобой в шоу-интуиция точно не пошел. Что, мимо, что-нибудь? Пока вот нет, что-нибудь все очень. Ладно. Пробивал тройки, поэтому давай мы теперь. А3. А3. Стреляй, что я могу сказать. А все, мимо, нахуй. Нет корабля там, наконец-таки. Коль говоришь А3, ну тогда давай А3. Полетели. А3. Ах ты. Рянь, ты какой. Ты какой афрюга. А3. Ну, 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 не, она нормально, она прям сжагнула. Я слышал это. Нормас. Так, хорошо, поехали. В-3. Витя, 3. Так. Полетела, родная. Три. Так, кто-то явно подрубил какие-то четыре. Да-да-да. Потому что у меня было два подряд попадания, а теперь у тебя, Макс. Слушай, у тебя не так-то много клеток, Никита, если что, осталось. Наглазь. Наглазь. Так что, мои четыре промаха, они дали мне хороший буст в дальнейшем. Что, попадаю, да? Все, убил? Да, убил, только сейчас мне нужно с ним еще... Летит еще, да, я так понимаю. Пока что. Попробуем Г-шечку. Г-1. Ракета. Пошла. Хороший. Полетела ракета, но Г-1 у тебя не попадает. Так и знал. Все, наконец-то. Теперь на мое поле возвращаемся. Я слышу взрыв. Да, я все пытаюсь попасть по В-3, но у меня не получается. А, так он еще живой. Ну, пусть горит, а он, кстати, может сам догорит. У меня горел один, а потом сам... А, ебать! Послушай, эти панцерфаусты сложные. Ну, короче, экипаж уничтожен, мы поняли. А вот, как бы, сам корабль умирать не хочет. Сделано в Советском Союзе, я понял. Стреляю в Г-4. Точное попадание! Уничтоженный корабль, даааа. Твою мать! У тебя всего лишь два осталось. Это и с... Стой, подожди. Текс, поехали. Значит, теперь полетели в А-4. Мимо! Никого там не оказалось. Весь личный состав двух оставшихся кораблей в безопасности. А-4, говоришь? Ну, а тогда я... А я тогда говорю другое. Я говорю B-2. Борис-2. Полетел. Борис-3 или Борис, как говорится, хрен попадешь. А знаешь, Максим, почему его называют Борис, хрен попадешь? Наверное, потому что я попал? Ну, почти. Наверное, потому что там ничего нет. Давай, значит, мы жахнем просто в B-1. И это было мимо. Отлично. Тебя ожидают. А вот насчет твоего B-1, мы сейчас проверим. Полетели. У меня такая тактика. Повторюши, дядя Хрюша. В принципе, пока что тактика более-менее рабочая. Потому что B-1 тебе приносит еще плюс один корабль. Йоу. Меткость. Ну, я думаю, что мы у тебя Григория А4 еще не проверяли. Поэтому у Григория А4 полетел. Спокойствие. И ты промахнулся. Фух. Хорошо. Хорошо. Давай. Теперь твоя очередь. Напоминаю, осталось два всего лишь корабля, если ты забыл. Ну, вот у меня тут одна клетка. Она мне просто мозолит глаза. Одна клетчная. Да. Которая A-1. Самая очевидная. Самая простая. А-1. А-1. В точку попал. Красиво. Так, ну все, ты остался последненько. Пластушка, да. Надо, короче, мне как-то отыгрываться срочно. Отыгрываться. А я сжахну в B-4. B-4? B. Василий. Да. Васян. Так, Васян, четверка. Эх, мимо. Ни хрена, мимо. Васян мне еще потом это отдаст. Хорошо. Так. Ну что, блин, а мне уже нужно думать начинать. Ты вроде как непонятно, логика была ли, не была. У меня остались все четверки, еще три штуки. Гэшки остались. Думаю, есть ли Гэшка. Думаю, нет. Наверное, если там какая-то логика у Никиты Ракетза в голове происходила, то, наверное, это B-4. Барян. Он полетел, собственно говоря. B-4 это отличнейшее попадание с вашей стороны, дорогой мой друг. Отлично. Просто прочитал ютубера. Просто прочитал логику. Ты нарисовал крестик, я так понял. Это все по диагонали идет. Я понял. Но тогда, если мы прочитали такую, как бы, легенькую логику в голове Никиты, то я, пожалуй, попробую Г-2. И Г-2 отправляется в свой яс. Тебе прилетает репо за слишком активный день. Серьезно? Так, подожди, я попал? Это не честно. Я просто прочитал логику. Это же игра на логику. Вот и все, друзья мои. Я победил Ирокеза в нашем первом морском бою. Было очень интересно и, что самое крутое, зрелищно. Ну а вы обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такой идеи. И если хотите, чтобы Никита взял реванш, обязательно ставьте в комментах хэштег Реванш Ирокез. А также мне будет приятно, если вы оцените наше старание лайком и подпиской на наши каналы. Ну а на этом я буду заканчивать. Желаю вам счастья, здоровья и до новых встреч.